Как вам известно, реагируем на чрезвычайные ситуации, разработанные в соответствии с приказом министра. Это чрезвычайная ситуация. Структура утверждена от этих планов. Приказ министра от 2014 года об утверждении структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. То есть там было две структуры. Один гражданская оборона, которую мы не рассматриваем, а вот план действий по ликвидации чрезвычайной ситуации мы хотели бы посмотреть. Вот выписка с этого приказа. Весь этот текст я не стал сюда показывать. Самое главное, это пункт 2. Утвердить структуру плана действий по ликвидации чрезвычайной ситуации согласно предложению номер 2. Это календарный план, да? Это предложение номер 2. Если посмотреть эту структуру, глава 1 это краткая географическая и экономическая характеристика области города, района. Мероприятия проводимые при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. И если здесь общие вот эти мероприятия идут, дальше еще. Вот здесь третья глава это проводимые мероприятия проводимые при ликвидации чрезвычайной ситуации. Вот мероприятия проводимые при угрозе чрезвычайной ситуации. Мероприятия проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации. Там все расписано, какие мероприятия при землетрясении, при наводнении, сели, ну все вот эти виды чрезвычайных ситуаций указаны там, буквально расписаны. Эти же мероприятия указаны в календарном плане. Мы взяли, посмотрели существующие на сегодняшний день планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера местного масштаба на территории Ахмодинского области. Разработаны согласно приказу министра о путевышлении структуры. Краткая географическая характеристика экономики, все остается и мы предлагаем внести туда дополнительный раздел, сельское хозяйство. Вот такого раздела нет там вообще. Все есть там, и транспорт там, все указаны разделы, правильно? Но сельское хозяйство там нету, абсолютно. Поэтому мы предлагаем вот такой раздел сельского хозяйства. Потом следующий это была оценка возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера. Вот. И туда тоже мы предлагаем внести дополнительный раздел. Это возможно, оценка возможной обстановки при засухе. И глава 2. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Здесь все, вот эта структура сохраняется. Также мы предлагаем внести дополнительный раздел мероприятий, проводимые при угрозе засухи. И третьей главе, где календарный план указан, да, от основных мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, с учетом мероприятий при засухе. Остальное все так же остается. И внести еще туда расчет сил средств в области, привлекаемых для ликвидации последствий засухи. Этого раздела нет. Такой расчета нет. Поэтому вот это предлагаем. Таким образом, вот глава 1. Если так будем смотреть, вот на ваше внимание там, хотим обратить. Какие будут дополнения? Я сразу скажу, тут не все мероприятия указаны, поэтому мы обращаемся к вам, особенно ДЧС окажет нам содействие, наверное, и дополнит в дальнейшем при необходимости своими предложениями мероприятия, которые будут внесены в этот план. Вот раздел сельского хозяйства. Здесь необходимо, мы предлагаем указать краткую характеристику сельского хозяйства Оргольской области. Краткообъем валовой продукции, общий показатель по растеневодству, общий площадь земель сельскохозяйственного назначения, из них там, ну, неиспользуемые площади, общий площадь пахотных земель, из них зерновые сколько, там, картофель, там, и так далее. Это мы просто предлагаем вот такую структуру, там, типа, указать общий показатель по животноводству, количество крест, количество мелкой рогатого скота, в том числе овцы, козы, там, свиньи, лошади, птицы, водные ресурсы, какие имеются. Здесь, какие озера, пресноводные, какие реки, дамбы, плотины, насосные станции и другие. Вот. И оценка возможной обстановки при возникновении червячайной ситуации природного техногенного характера. Тут дополнительный раздел, это засуха, где необходимо, наверное, указать червячайную ситуацию. Почему, да? Вот. Дело в том, что согласно приказу министра внутренних дел Республики Казахстана 15 марта, засуха была указана еще как червячайная ситуация природного характера, гидрометеорологического объявления, вид ЧАЭС, также классификация, она указана, как до этого было доведено до вас, что имеет код, класс, группу ЧАЭС и вид ЧАЭС там во всех руководителях документов. Также краткий анализ данных о последствиях засух и пушерпо от Малинской области по населению, по растеневодству, по животноводству, по гидрологии. Тут, наверное, не надо там их расшифровывать. Дальше, дальше. Вот мероприятие, вот глава 2, это вот отсюда начинают самые важные, мне кажется, это мероприятие при угрозе возникновения червячайной ситуации. Мероприятие проводим при угрозе чрезвычайной ситуации, там идут ряд мероприятий, виды ЧАЭС, и вот мы предлагаем тоже внести раздел мероприятий при угрозе засухи. При возникновении чрезвычайной ситуации, в этом плане расписаны все виды чрезвычайных ситуаций, которые наблюдаются на территории от Малинской области. При возникновении промышленной аварии и пожаров, при возникновении аварий на химически-радиационных опасных объектах, при возникновении крупных лесных пожаров и так далее, и так далее. При возникновении опасных гидрометеорологических явлений при получении штормового предупреждения. Здесь как раз внести дополнительный раздел при засухе. Здесь в этом разделе указаны там при буран, там снежный занос и так далее. Вот туда как раз один из разделов это при засухе. Все мероприятия там указать, которые выполняются, результаты краткосрочных или многосрочных прогнозов, в том числе ежедневных, ежедекадных, ежемесячных прогнозов как гидромета о засухе. Так, и дополнительные мероприятия внести в раздел аварийно-спасательные неотложные работы, проводимые формированием гражданской защиты аварийно-спасательными службами. Здесь тоже указать мероприятия при засухе, это вывоз или вывоз сельскохозяйственной продукции, сельскохоживотных, да, более безопасные районы, организация работы пунктов распределения помощи населения, подвоз и распределение корма и фуража, оказание медицинской и ветеринарной помощи, ну и другие вопросы, которые вы можете дополнить. Мы здесь в общем дали, да, вот например, подвоз распределения корма и фуража, тут же очень много мероприятий, там это определение маршрута, да, определение транспорта, определение маршрута, определение пунктов разгрузки для дальнейшего распределения гумпомощи. Поэтому это все вот эти мероприятия, наверное, мы должны отразить в календарном плане. Также дополнительные мероприятия указать по использованию государственного резерва. Это порядок использования государственного материального резерва при засухе и также резервных ресурсов стабилизационного фонда Акимата области. И главе третий, это мероприятие государственного места исполнительных органов по ликвидации последствий и засухи. Также пойдет, наверное, как в плане, там здесь у нас ничего нового нету, дальше. И вот здесь вот календарный план основной. Я просто указал, какие разделы есть, так образно так показал, что на виду вот этих мероприятий мы будем предлагать вам свое дополнение. При угрозе засухи. Вот здесь, если вы видите целый ряд мероприятий, кто ответственные, но сроки мы не стали указывать, потому что сроки тоже реализации мы должны показывать согласно постановлению правительства по утверждению планов действий по ликвидации. Там указаны сроки, но там тоже нету засухи в этом пересине постановления, где сроки реализации указываются. Вот такой вариант. Дальше еще. Пойдем дальше. Все, что здесь мы показали, как образец. И я надеюсь, совместно с ДЧС, другими заинтересованными службами мы дополним вот этот календарный план и определимся сроками исполнения. Я туда не стал писать, потому что это уже, наверное, ДЧС должен определить согласно руководящих документов. Потом, вот силы средства. Это тоже сделано на примере, то есть по образцу, который у вас действительно есть в планах. Какие? От Министерства внутренних дел, от Главного командования национальной главы, от Министерства по чрезвычайным ситуациям, от Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, от Министерства сельского хозяйства, от Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в том числе от Акционерного общества, от Комитета автомобильных дорог и так далее. Там по одной строчке я просто написал, там у вас могут, может быть, две, три строчки, может быть. Это как образец предлагаемый, который потом необходимо отработать. Ну и от местных исполнительных органов. Все это форма, это согласно утвержденной структуре и согласно ваших планах, которые до этого отработаны были и утверждены. Вот такое мы предлагаем. Сергей Сергеевич, я все-таки предлагаю. Мы в электронном виде дадим для ознакомления, для изучения вот этого нашего предлагаемого структуры. Вообще мы планировали, что здесь будут представители всех приглашенных лиц, представители акиматов, сельских районов. К сожалению, нас очень мало осталось. Следующий покажите. Мы хотели вот такое упражнение провести. Упражнение по отработке навыков, по разработке использования планов реагирования на засуги в Республике Казахстан на областном и местном уровнях. И там как раз участники были акиматов Акмалийской области, акиматов районов, управление сельского хозяйства, земельных отношений, научно-производственного центра зернового хозяйства Винобараева, ну и Казводхоз. Но сейчас Казводхоз только есть, и Казгидромет, Академия и ДЧС только остался. Вот как раз мы хотели разработать перечень мероприятий при угрозе засуги на основе проекта мероприятий по реагированию на засуги при засуги и по ликвидации последствий засуги, отработка вопросов по обобщению в ходе которых в группах поступивших рекомендаций, предложений, определение дополнительных мероприятий, которые не указаны в календарном плане. Ну и думали мы, что каждая группа быстренько приготовит свою презентацию и представить. Поэтому время было предусмотрено у нас много, и основная часть это как раз предусмотренность работа в группах. Вам не интересно, и он разработчик, а это утверждает. Почему утверждает не о тем области, а первым заместителем? Вот есть какие-то? Это так было? Да. В существующем плане так. АПЛОДИСМЕНТЫ